но несколько игр я постараюсь вам показать что ребята почти все загрузились да ребят напомню если кто-то ищет воды если кто-то ищет свежую информацию по стриму а также информацию о канале все можно найти ссылочки на твиче под каналом ссылочки на паблик вк ссылочки на канал ютюба на канале ютюба есть все воды абсолютно вк у меня не все получается заливать времени немножко не хватает на ютюбе же есть все воды всех игр что приступает ребята к первым пикабаном сейчас немножко звук погромче сделаю тут вообще ничего не слышно что первый бандун что-то как тот вчера я его чисто случайно заметил теперь он просто не уходит из моей жизни что называется ну что он банят фейслос воида да сейчас первые четыре бана будет ориентирована на таких вот персонажей сильных нынешней мете да вот опять же крабелу сейчас возможно какой скайрос маг или вайпер отъедет в банах почему да потому что эти ребята просто сейчас сильнее их где-то пофиксили где-то там немножко апнули да и то есть в нынешней мете в мете того что мы видим как сейчас легко закомбэчить становится не то что прям что там вообще данный изичап можно нет на камбэк сделали реально да для каких-то команд раньше ошибка это ну что но ошибся ты раз все круто я все равно есть там преимущество 20-25 тысяч ты спокойно дальше идешь и давишь противник сейчас совершит ошибку с преимуществом 25 ты 50 проиграешь и там просто удешь еще в ноль там противники начнет аннигилировать если вдруг то совершил ошибку да вот эти персонажи воет краба да они сейчас такой вообще стадии игры находится что просто на там они очень хорошо могут вот реализировать реализовывать вот это да то есть ловить противника на ошибках забирайте эрт шейкера ребята из мордцем макс что ребята из ртв они же рот ту виктори два пика им предстоит возможно это будет бэйн патма сейчас бэйном должны брать если они не возьмут бэйна и естественно банк нет они решаются шаду демона странное решение вообще очень странно потому что бэйн намного лучше в этой связке тут шаду демон такое попадешь не попадешь да нужно по таймам выкинуть эту самую стрелу еще может там ну вот кстати скай раз маг опять же это в нынешнем эти крайне сильный саппорт очень много демджа хороший сайленс хорошие вообще скиллы правда маны им не хватает на начальных уровнях да банят сайленсера понимают что будет много про каста у них ребята банят инвокера из мтм что инвокер да инвокер я думаю зашел бы ребятам из рот ту виктори у них есть и так касты да то есть тот же сам страйк под дизрапшен шаду демона очень хорошо заходит но опять же нужно правда по таймингу кинуть но это такое это уже мелочи да ребята я думаю знаю что они делают знают что они берут возможно там задротили на этой может они там последний месяц вообще задротили на этой связке и сейчас покажут нам мастерство вообще всего что только можно бан бристолбека бристолбек вообще вчера мы видели в игре его игра five kings против simsing в рамках дота 2 x star чемпион шип ребята в гранд-финале боролись а ребята из five king проигрывали одну игру ну потому что они прошли через сетку лузеров да и там по сетке венеров ребятам и синсинг дали одно очко первой игре five kings взяли себе бристолбек и там такое он вытворял просто такие куски он от всех отрывал что называется действительно затащил карточку что тем временем ртв банят life stealer а ну не знаю life stealer по-моему не очень находил эту связку потому что эрдшекерс как раз маг тут не пахнет таким кири героем как life stealer был бы пак понимаю еще что-то можно было подумать там какой-нибудь брестолбеку батрайдер еще да вот пак ну а что пешком зайдет что ли хускар забирается артовая и 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 что третий пинг третий пик команды морт тимморт ребята призадумались половину резерв тайма использовали ребят на канале не скучаем надеюсь подписывайтесь на канал подписывайтесь на паблик на канал youtube много интересного будет много игр что тайтхантер сыграют тайтхантер будет hardline вряд ли возьмут фармящего лимит редко такой команда матров практикуют потп лимит редкостью редкостью фармящего лимит редкостью что четвертый пик роду виктора посмотрим что они себе возьмут дополнение хускар по мне так не знаю идея такая довольно таки странная хускар может не всегда себя реализовывать тимбер салфи вот так вот решили в харду взять тимбера будет загоним им давать две пилы будет давать люлей что четвертый пик мордрад тиммокс забирает себе рейзера да рейзер очень много сможет надамажить если с ультой зайдет под ультимейт тайт хантера если успеет у хускара очень много дэнджа высадок да в принципе там очень много станут тот же шейкер тот же скайрес мак может замедлить думаю должен очень много насасывать своим статик линком последний бан и команд последняя возможность ванговать что призадумались над последним баном что-то прям долгий пик такой неуверенно ребята пикают возможно есть просто какая-то общая стратегия персонажи под нее как пиковые подбираются ну так по наитию да то есть подходит вроде подходит берем банят кентавра ну не знаю кентавра я конечно видел до фармящего кентавра команды файфкинт но ребятам из мортим это не файфкинги я не думаю что они будут брать себе такой пик не будут чтобы не думаю что возьмут они себе какого-то кентавра тем более куда кентавра в мид что ли тут тайдхантер вроде как сложная рейзер вроде как фарм остается миддл в мидд взять кентавра вообще не знаю суицид какой-то банят спектру ну тоже не думаю что спектра бы в мидд пошла потому что вряд ли там хускар в миддл я думаю хускар был фармящий что последний пике венчфл спирит так вот тут я вообще что то как то встрял что это вообще будет что это венга в миддл или они или это будут фармящие венга венга керри ладно я думаю что посмотрим куда разойдутся хаос к ней вот так вообще решили разно поход все таки реально пойдет в мидд ребята рассаживаются на героев сейчас быстренько пробежимся по героям и думаю пока мы будем это делать ребята уже там разбегутся покажут свои первые задумки на первую минуту игры что задумок действительно может быть потому что здесь станов куча могут зайти убить любого в принципе там если только тимбер может как-то засейвить со стороны чакрама что югер будет играть на скайрес маги макси на эрт шейкера эрни на разоря флоссбек на хаос найте кристалмун на тег хантере ртв кейп калм играет на миране элэ играет на венжевл спирит торн шадоу демон скиллс хускар и юра на тимберсал что смог у тебя смага сейчас будут здесь вязать смог ну да у ребят здесь очень много дамдж будет выходить в лес куда-то Прозор, ну я так понимаю, что это будет даже непонятно, 525 голды он оставил, смог, где смог, смог не юзают до последнего, возможно решили, ну вот, ну заюзан смог, и они куда они не выйдут, потому что ребята здесь тоже пошли в чужой лес, сейчас где-то здесь по пути юзнут смог, тот самый, вот он, заюзан смог, и ребята просто разошлись по разным лесам, совсем, что-то, заплутали друг у друга в лесах, ну что, я думаю, сейчас просто сблочат спот и уйдут, да, сблочат спот, вард вот этот я очень люблю, потому что он здесь очень хорошо стоит, его хрен спалишь, в принципе, очень трудно спалить, А здесь ребята встали в ожидании чуда В ожидании того, что подойдет какой-то саппорт, вот сюда вот, с реки, да, такой дурачок пойдет, оп, да, я, говорит, пойду сюда поставлю вард на первых минутах Ну, тени вот на этой линии, обычно ставят, вот здесь дефолт, никакие дворды Нет, ребята из МТМ оказались немножко умнее, они собрались с них пятером, пошли в лес Что, а вот здесь-то, вот здесь-то можно ловить, попадает, где стан, где фиссура-то, где фиссура, вот, отрезает фиссура, и да, это бед ферсблад Ферсблад забирает себе разор, а он с дабл-дамажем Что, буст, буст разора, 400 галды, и у чувака уже ботал, просто 43 секунды, у старок, что он здесь, две гантели, нормас Ну, и вкачал Burning Spear Стоят два варда, ребята тыкивают, что здесь, скорее всего, должен быть вард Чтоб я не заметил, есть какой-то команды, они натыкивали Разор тут начинает насасывать, высосыл всего 14 дамажа, ничего, в принципе, такого Тайтхантера оставили, можно сказать, на припарме, он уже второй левел, он уже 420 галды имеет А здесь могут в спину сейчас заходить, с стрелой, с дизрапшеном Так, Патма, давай, давай прострелу Пугают, пугают, Мирана, ну Где тайминговая стрела, Мирана, что, что, зачем вообще Был убрать Мирану, но здесь доездился, да, добегался Вот она, кстати, стрела-то самая, отъедается, даёт анчерсмэш Нет, он будет в любом случае умирать Да ладно? Воу, серьёзно? Нет! Проедается, вы просто посмотрите на это дело ещё, что творит Что творит Crystal Moon, он ещё и выживет Воу, вы серьёзно? Стрела, отойди от стрелы! Нет, не отошёл от стрелы, но почему? Должен был уже знать тайминг-то, должен был Понимать, должен был, что 17 секунд откат стрелы И тут просто такой манс показывал вообще Если бы он ушёл, я бы прям не знаю Да, ребята из РТВ что-то конкретно так затупили, потому что ну это вообще беда Как можно было отпускать, вы же видите, что он юзнул только что Анчерсмэш и под анчерсмэшем снижение, ну сейчас 45% Раньше было вообще 60% И вообще забей на него, попытайся его убить Что, он тебе сам ещё напихает Подойди к нему, он юзнул анчерсмэша и всё И во-первых, продамаживайся, у тебя дамага нифига не будет И стой, лупи его 30 лет У него дамаг, кстати, Розор, Розор всё-таки умер в миде, вкус Карла допинал Как это интересно вообще случилось? Розор как позволился Ну он статик Линкона, очень много насосал видимо урона Надеялся на то, что прокатит Розор Так, Тайгхантера Ну и прячут, ну и просто Ничего делать, так скажем Стоил Юки, Ронжи Скайрас Качал конкассив шот, не качал пока Аркейнбол Ну, правильно, конкассив шот ему сейчас получше будет Потому что увеличение магического дэмджа Насколько помню, нет А, нет, он сейчас уже не увеличивает А, вот он Конкассив шот Сайленс Да, неплохо, но с руки-то дамажить нечем А Розор, что он догонит? Ну да, догонит 358 А у 300 у Хускара догонит в любом случае Сейчас последняя тычка, да Убивает Рейзер Да, ребята не учли тот момент, что как бы Хускаров вообще пофиг на магический дэмэдж там Бласт Плазмофилк Нанес ему вообще, по-моему там 30 что ли урона А все из-за вкачаной хорошо пассивки Дополнительное сопротивление на 6 единиц за каждый стак То есть там на 84% вообще увеличен Так, внимание Будет отрезать Отлично! Отрезает Мирану В конкассив шот по Венге Арканболт Ну а добить, добить Ну еще Тычичка Сейвит Сейвит, но будет умирать в любом случае Где же, где же А вот так вот Сулкичер Нет, ну Тайгхантер умирать не будет Ну и Мирану тоже выживет Здесь очень сильно почему-то просел Хаус Кнайт Продамажил жестко Терлайн попадает Юзает фасчерку на Тайгхантер Ману у него почти фуловая Рейзер здесь опять горит Горит от Хускара Вообще как он не боится-то Против Хускара Так спокойно себя чувствует Хускар сейчас получит ультимейт Он вообще будет просто сбегать Нарезать любого Да, мы все прекрасно знаем А я думаю Эрни сейчас будет умирать Нет Скилл составил его в покое Не стал убивать На Тайпе ребята очень сильно кучкуются Возможно какая-то движла Вот она движла Нет Не в того Сулкичер попадает Сулкичер вообще в крипа Он же там рандомно как-то юзается, правильно? Да, случайный враг в области действия Так что юзать ее в крипах не очень-то вообще Так Курицу потеряли Название курьера меня радует Легендарного курьера Переименовать Вот такое Это надо было додумать Мне просто интересно Ага Владелец Лэй Владелец Венга Лэй здравствуйте что называется Мне интересно сколько Ну возраст игрока Просто ну так чисто из-за интереса А здесь курица называется Тори То название я произносить не могу Правила эфира мне это не позволяют Именно Да Ааааа Тайтхантер пытается отфармить себе 6 левел, очень много он себя ведет, вообще прям заходит спокойно. А, ну правильно, потому что здесь Мирана ушла, Мирана с Ускаром, у Ускара есть 6 левел, идут они убивать. Да, здесь уже ребята тоже заходят на Юра, и Юра будет умирать. Да, здесь очень много дамажа, стан получает, и Аркейн Болтом скорее 1 мог забирать. Ловит стрелу Хаус Кнай, такую хорошую, 3 секундочку точно, где, ага, ловит Сайвенс. Ускар не стал прыгать, в принципе мог запрыгивать, он бы здесь 2-х точно убил. Прям мог вообще-то. Просто, не знаю, на изи их забрать. А, 6 левел есть у Тайтхантера? Почти, почти Кристалл Мон отфаймал все 6 левел. У Юкера 4, у Макси 4, у Флсбек 6 левел. Да, ну это стандарт Хаус Кнайт, вкачивается через станчик и реалити рифт. Потом будет в единичку вкачан. А, Рейзер, да что ж ты делаешь-то, а, господи. Ага, вот так вот, просто через ревейдж забрал спокойненько. Стрела, будет стрела, нет? А, стрела, кулдаун. Вот так вот, и просто сейчас натолкает. Отлично, стан. Нет, дальше не идти, дальше не идти. Назад, Тайдуха. Кристалл Мон просто быкует по-зверски. Понимаем, что очень много у него ХП. Есть, Кракен шел в двоечку, так что урона по нему проходит намного меньше. Ну что, 5 в 3, размен. Размен 1 в 0. Ну, здесь просто нет Смерти Разора. Поэтому по графикам Размен 1 в 0. Что, ребят, графики я вам даже показывать не собираюсь, потому что, ну блин, смысл смотреть графики до 25 минуты где-то так. Что, здесь Лэй опять убирает? Макси, Макси забирает? Нет, Юкер забрал. Не дал он Макси 6 левел. Сам себя оплатил 5-й. В двоечку качал Аркейн Болт. Тем временем, Скиллс, а, есть у него Морбит Маск. Собирает у нас и Доминатор. Будет прыгать, хилиться. Мирана, Кейп Кэлм. Есть Тапок, Боттл. Ну, в принципе, ничего особенного такого нету. 12 крипов добито. Да, кстати, я вот совсем забыл про эти вообще графики. Вот, 36 крипов у нас, Топ Разор. И за ним следом идет 27 крипов в Хаус Кнайп. Так, Лэй на своей винге прилетает палец всех в кустах. Она дает такой движен. Он тут же просто тормоз сбривает вообще в хлам. Ловит стрелу Рейзера. Не особо до Угистан. Разор, Разор. Куда, куда? Назад, Эрни. О чем ты вообще? Куда ты, братан? Отпивается. Точнее, отпевает Эрни всех ботом. С вами виден. На ботле 0 зарядов. Тем временем, Хаус Кнайт собирает барабаны. До барабанов осталось совсем чуть-чуть. Не помню, сколько есть тут рецепт. Быстро посмотрел. Рецепт стоит 875. Тут вообще чуть-чуть осталось. 150 галдов. Фосбек. Что, 8-й левел есть. Вообще, очень приятно. Мирана, тем временем, всего 5-й левел. Венга. Я так и не понял, кто из них керри. Кто вообще кто. У них там, походу, вообще просто 3 саппорта. Потому что никто ничего не фармил. Никто таким вот делами не занимался. Просто набрали ребят. Ребят, набрали героев. Мой топ хорошо. Вот. Венга, 5-й левел. Шадоу Демон, 3-й. Тимбер сам 7-й. Я так понимаю, что он топ-левел. Да. Вот Хускар сейчас 8-й апнет. Вот, 8-й левел у Хустара. Я думаю, стоило бы вкачать хилочку Хустара на единичку хотя бы. Да, чтобы прыгать хоть какой-то от хилы медь. Ничего не пропустил тут. Нет. 2 варда ставим, да. Стоят 2 вот этих самых угарных варда. Это укуренные утки какие-то. Смешнее варды, наверное, только которые были на стриме у Вилата с Каспером. Вот эти варды на измене. Какая-то такая легкая наркомания с вардами была. Ребята в смолки идут. В юкер с Эрния. Скайротсмак идет первым. Будет бросать конька с их шот. Тим Рейзер под Сайленс. Анстин Силкарин. Еще и произничал что-то. Закрывает здесь Мирану. Но здесь уже Мирану юзнула ультимей. Липнулась через эту стеночку. Сейчас будет проходить под вардом. Будет проходить под вардом. И нет, связка разрывается. Мирана стрелу. Стрела попадет. Да, попадает стрела. По таймеру стрела. Что, есть ревердж? Да, есть ревердж. Будет юзать. Давай ревердж. Давай, да давай уже ревердж. Вот, отлично. Одного забрал. Второго засранил. Минус два. Кускар подошел. Сейчас будет умирать. Под тотемом будет такую кучу дэмоджа ловить. А вот так вот себе просто ультимейт. Нет, ну Тайдхантер должен умирать. У него четыре стака. Ловит, сам умирает. Здесь просто танкасе в шот. Да, под ультимейтом Разора и ты хрен выживешь. Размен три в один. Ребята из РТВ что-то вообще. По итогам боя. 1300 плюс по золоту. 2300 плюс по урону. Урона нанесли. Кучу. Промахивается ультимейтом. Скайросмак. Тут фиссурой прям кончиком кончиком достает. Замедляет. Замедляет связочка. Не разорвалась. Только сейчас разорвается связка. Плазмофилд есть. Плазмофилдом убьет. Ну, тычку. Тычечку. Давай. Есть. Анимация проходит пичку. Наносит. Хускар сейчас будет прыгать. Есть прыжок. Есть. Стрела попала на кончик. Прям вот так вот насаживает между былочек просаживаю. Стрелу. Что? Шейкер хорошим ультимейтом был, в принципе. По-моему, там с крипами он был. Очень хорошо надамажил Хускара. Да. Ну и плюс застанил его, чтобы Тайтхантер не умер. Но в итоге все-таки Тайтхантер словил станды венги. Фармит Тайтхан эндчинга. Тем временем, что у нас Тимберсал. Таверни. Хускар фармит мид. А ребята здесь в тренажном. Я не понимаю, что они вообще там делали на топе, потому что... Мирана 14 крипов. Венга 9 крипов. Шаду Дема, что ли, фармил? Нет. Тоже 6 крипов. Вот. Сейчас только Мирана вспоминает. И, в общем, фармить же надо. Вот. Получает свою ПТшечку. Везет все ПТ. Ребята, поэтому, ну, дикие бомжи. Я извиняюсь, я уважаю команду РТВ, действительно. Но, извините, Хускар на 13-й минуте просто с одним доминатором и с двумя гантельками, но это беда. Вязается ультимейт Патмы, будет пытаться кого-то убивать. По-моему, юзнули они довольно-таки палевно. Здесь стоит вард, который их уже сейчас палит. Реведж. Нет, 25 секунд реведж кд. Спалили просто свой вард. Скайросмак выжил. Ну, и что дальше? А дальше ультимейт Патмы кончается, ребята разбегаются. Надо было ждать, надо было байтить их. Ждать и просто байтить на реведж. Реведж. Да, кстати, вот такой вот веселый артефакт у Тайтхантера. Сейчас он просто в любого зайдет. Тут ребята как раз в пятером просто стоят. И вот вы взгляните, какую ошибку, допустим, ребята скучковались буквально секунду на 3 вот здесь. В таком пятачке. Это просто Тайтхантер. Туда и все. И все там в красивом полете на щупальцах. А он там призывает, это Кракена вроде. А, ну здесь не написано в описании. Нет, почему-то описание скилла. А нет, вот. Бог Мельрун. Хрен прочитаешь название. Вот, называй к Богу Мельруну. И Мельрун бы сейчас всех так намылил. Кто-то смог профессиональный просто. И вот он, рейвейдж. По четверым. Великолепный рейвейдж. Тут должны двое умирать. А где, где холпа-то? Ребятки, конкассив шот есть. Дамаг. Дамаг 0. Ну тут. Эрни. Эрни очень много дамажит. Эрни. Парова. Дабл-кил. Хускар. Эрни. Трипл-кил. Кипка он пытается убегать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Хаус Кнайтус били анимацию реалити-рих. Битт. Битт. И, наконец-то, собирал в Вингасе Транкл Бутс. Но, ребят, что-то вообще ни о чем. Вообще ничего нету. Вот есть Порманчоу. А-а-а. Хускар. Отлично. Минус 2, ребята, делают. Просто на изях. Куда ж ты пошел-то, Юкер? Ё-о-о-о-о-о. Сейчас будет стрела. Нет. Свап. А где Стан? А Стан дальше. Стар Сторм добивает, да. Миран получает фраг. Что, Макси? Макси мог бы, в принципе, помочь, но он не стал лезть. Боял, что его зацепят тоже. Потому что цеплять там было чем-то. Мувингист там. Никогда есть стрела. То есть такое. Лезть себе дороже. Сол Ринг собирается в Тимберсав. Он же Юра. Тут Фереген бежит. А, ну Ботл есть. Ботл Умирана. Поэтому отдают ей. Макси. До Дайгера еще далековато. Шадоу Демон. Он же Торн. Просто тапок и грыженный стик. Ну, в принципе, ему так-то ничего не надо. Ему надо шестой вэвел. Ему надо порджовать. Ему нужен пордж. Слаб тут уже есть. Винга уже девятый левел. Ставят варды. Диварды противника по жесткому. Ну, что ж, зачем это было вообще? Зачем потратили варды? Два варда стоят. Тоже немножко нескординированность действий. Сейчас до Демона со спины окажется такой страшный. Рак такой. Правда, смотрите, там шесть ног и хвостик. Точно рак. Я надеюсь, Торн на меня не в обиде. Скажи, тут вообще посирает всю Тиму нашу козел. Не, я вообще молчу про Скайросмара. Юкер, я тебе, честное слово, ничего против не имею. Но Скайросмар такой питул. Действительно, у него там даже ноги вон куриные торчат. Реально, там какая-то курица бешеная. Что, Эрдшейкер. 1200 голды. Хаус, Кнайт, Армлет. Хорошее решение, в принципе. Неплохо ему поможет против ультимейта Кускара. Кускар прыгает, он после прыжка включает Армлет. Встанавливается большое количество ХП. Да, кстати, сейчас тут будет умирать. Реведж двоих, я так в троих даже попал реведжем. Энчер Смэш, тут стан. Эрдшейкер успевает дать фиссуру, но ловит Трилу. Даггер, КД сейчас не тик даггера. Зашел тут Хускар. И одного убил, второго убьет тоже, очень много дэмэджа. Даблкил совершает. Что, драка снова какая-то сумбурная получилась. Размен. Четыре, если не ошибаюсь, в два. У меня итоги драки не показываются почему-то. Я прошу прощения. Пропали. Не успел я, видимо, нажать. Сейф ТП, или что? Будут пытаться дефать, я так понимаю. Не стали отдавать. Да, замечу, что дайры из команды РТВ, они спушили только вот один табор, только что вот он упал. Вот этот вот табор. Да, а здесь уже нету просто этого нету. Здесь тоже мы видим пустота. Ну и здесь, естественно, беда. Беда-бедой. Хаус Кнайта ловят. Точнее, пытаются поймать. Бежит он там на барабасах, 393 мокспид, 345 шутер демона, естественно, он его не догонит, как бы он ни старался. Тоже забей. Ого, Хаус Кнайт вот сейчас выйдет просто. Свап есть и в Венге, может она его свапнуть. Стрела. Нет, стрелу не стали пускать, решили все, ребят, добиться. И тут же начинает отходить. Вот это да! Мне бы такие стаки делали. Очень много стаков с Блокайт Хантером. 850 голду именно на руках, сейчас будет вообще просто миллионером. Что называется, поднимает экономику команды. 400 гол за раз просто. 400 гол за ничто. За килл, за стрис, сбитый. 400 гол даю. Да тут просто, чувак, три раза, а не черт, смеш, юзун. 400 гол собрал. 1500 уже, он собрал уже 800 гол, если мне, 700. Вот сейчас уже ближе к 800 сумма продвигается. Почти косарь. Это вообще. Что, тем временем, ребята, тоже формируют леса. Есть доминатор, есть тапок. Собираетесь, да, армлет собираетесь и хушкар. С армлетом будет все просто великолепно. Он будет прыгать и будет сразу же включать армлет, будет восстанавливать свои хеллпоинты. Сейчас, насколько я знаю, срезали получаемый им урон. Да, урон себе 35% стандартно. Раньше он там срезал себе сначала половину. Тимбер динает башню. В миде задинаил, да, все правильно. Тимбер начинает собирать себе агоним, как я понимаю. Или бутстоун, что-то из... А, ну да, бутстоун, соло ринг. Есть, будет собирать бутстоун. Я прошу прощения, я уж просто забываюсь с этим патчем. Все, как-то персик был привычный. Собираешься персеверанс, собираешься соло... Соло-бустер, по-моему, соло-бустер называется. Сейчас так и не вспомнишь. Да, соло-бустер. Собираешь себе, и ты спокойненько улучшаешь себя. Свой любимый бутстоун. А сейчас что-то намутились с этим соло-рингом. Хускар с Мираной тут встрали. Миран успевает липнуться от ревейджа. Но все равно она умирает. Тут Хускар начинает нарезать, пытается под сайленсом. У него тут хрен что получится. Дабл килл Разора. А, и тут еще конкассив-шот есть. Нет, 12 секунд конкассив-шот КД. Но все равно просто сбривают. И игр получает стрик. Рейзер. Счет 11-4. Так, что-то я не понял, что значила эта запись. Зачем писать МГГ. Блэк Кинг Барт является у Розора, а у ребят из команды РТВ ничего не появляется. У них все вообще просто стабильно. Ну, стабильный залог успеха. Понимаю, что до Блудстоуна не ГГ мы втащим. Ну что, давайте, ребят, правда, показывайте класс. Покажите хотя бы мастерство игры. Не уверен, что вы хорошая команда. Я уже видел ваши игры. Что, демоник Пурдж есть у Торна. Должен он. Обязан Пурджевать. Этого самого Хаос Кнайт или того же Розора. Хаос Кнайт что-то вообще вечно бегает на каких-то лоу-хп вечно-нибудь. А, прошу прощения, чуть-чуть я Рошана не просрал. Ой, извиняюсь, чуть не прошлякал. Хаос Кнайт, да, забирается, а Егис есть у него, кстати, Фантазм. Фантастический Фантазм. Ему еще 16 левел. Я просто представляю, что... Ну просто, сколько у него иллюзий, так? 3, плюс 1, 4, плюс он 5. 5 вообще иллюзий, это, ну... Что, Фантом Лансер? Здравствуй, я твой брат. Фантом Лансер на коне какой-то. Дайгер у Шейкера появляется. Это вот вообще тоже сейчас начнется проблема у ребят, потому что инициации у МТМ становится все больше и больше. Тут Дайгер. Тут реалити риф. Венга сейчас может встрять. Нет. Не стали за ней прыгать. Так, стоите. Курица пустая. У ребят снова ничего. Сот голды. Ага, даже нет, он не собирался армлит. Собирался еще ПТ. Армлит у него есть только вон. Шлем. Венга, ты еще голды. Ты еще голды на руках. Ребята здесь ломают Т2. Сейчас будут просто заходить, давать рейвы, там, давать себе поганить паракасты. И будут убивать. Сейчас главное дождаться, подождать вот эти 13 секунд, да, до того момента, как появятся вражеские крипы. Просто появляются крипы, заходит, там, эрдшикер, и дает свой красивый уйтибой. Получается бум шоколака. Просто вообще. Нет, ребята просто отходят. Я-то думал. Я уж надеялся. Да, они думают, что тут дурак размечтался, что там, балак. Что, Эрни, аганим. Есть поинт-бустер, будете делать. Выходит он в аганим. Блэкинг Бар уже есть. Мека есть. Хилибис живем. Рефрешер Орд. Покупайся сразу рецепт, решил. Одну из самых дорогих вещей купить сразу. Войдет он уже тоже есть, осталось. А ну, Персиверамс осталось. Купите... Я забыл, как называется, айтем. Я вообще там убогий человек. Можно забыть. Обливиан Став, точно. Хаус Кнасть забирает Тимберсала. Я пока тут с этим странным Обливиан Ставом... Еще раз извиняюсь. С тем Обливиан Ставом разбирался. Венжи Фул Спирит. Может сейчас игрести. Да, палец, она под вардом. Ловит Сайленс. Зачем рейрует, что? Ты что, дружище? Что-то так бомбить-то на эту венгу. Что она тебя тогда слила случайно? Станом попала к тебе. В реалити рейфт. Минус 3. Посмотрим итоги. Посмотрели итоги, ребят, хорош. Что это вообще такое? Посмотрим графики. Больше 15 тысяч и график ползет словно Альпы. Наверное, должным кровати бывает таких склонностных встретишь. Минус 4 тут. Хускарт уж подставился. Да, кстати, он убил все-таки буйствующего Скайросмага. Собрался на острик. Ну, здесь вторые Альпы, ребят. Ну, походу, сейчас где-то в Швейцарии. Да, команда РДВ что-то сегодня вообще не в духе. Я так думаю, что ребят будут просто сейчас... All in в трон. Доминация у них дикая. Прячет себя, но здесь две иллюзии, которые еще и... Ох, какой дэмэдж заливает туда. Ну, сейчас будет терять АИГСНЭ. Хорош. Хорош ультимейт дает в Максе. Шейкер. О, даблкил уже успевает сделать за это время рейзер. Я даже не замечаю. Венга тут угорает уже над своими оппонентами. Пишет, да, ребят, мол, отойдите. Что, две пятьсот у рейзера сейчас просто пятьсот голды. Я думаю, ему должны отдать барак. Да, дают ему барак. Две девятьсот. У нас Кэп Гэгэ не хочет писать. Что, полтинник голды. Остается рейзеру до... Ну, вот он, аганим. Все. Собрал. Айдатушки, ребятушки. Где статиклинг-то? Сразу статиклинг. Отлично. Вовремя подрубает БКБ. Начинает линковать. Очень много демджа. Эрни. Зверствующий Эрни. Простите, дорогие друзья, я ошибся. Это был зверствующий даблкил. Богоподобный Эрни. Ловит стан. Тут под его ультимейтом стоит линга. Такую кучу демджа. Триплкилл. Давайте рампашку. Ультракилл. Давай. Ну, дайте рэмпы, что-то, ребят. Ну, чё ж вы. Жадность, жадность. Триплкилл. Тимберсал. Вот это да. Макси сейчас тоже наоборот. Нет, даггер. Открышивается, успевает даггер-аут сделать. Всё великолепно. Мигает, мол, братан, ты вообще где был? Здесь. Четыре раза. Четыре в пять, можно сказать. Размен, потому что выкупался. Тимберсал. Тимберсал. Что? Ребята всё не пишут в дг. Доминация тут уже за 2000. Причём, кстати, графики просто единичные, ровные. Вообще, как будто ребята там всю игру вместе фармили. Да, альпы отдыхают, честно говоря. Амирана убивает. Скайресмага. Под Сайленсом она. Ну, Скайресмаг переоценил, походу, свои силы. Переоценил себя. И получил Манта Стайл. Хаус Кнайт. Просто Фантазм Манта Стайл. И, ребят, здравствуйте. Пл отдыхает. Сейчас он ещё 16 левел сяптит. Я уже, знаете, сейчас немножко прибалдел. Думаю, неужели он так просто Фантазм чуть-чуть измутно крипал. Я уж хотел было сказать, ты чё, братан, вообще обалдел, что ли? Что творишь-то? Нет, он 22 секунды Манта Стайл ещё. Вот, кстати, тут самый 16 левел, тут самый третий Фантазм. Да, All-In в Мид идут. Собираются все в Миде, тут уже трое игроков команды. МТМ. Ребята из РТВ. Что вы будете делать? Ловит трёхсекундочку. Хускар, минус Хускар, Хаус Кнайт забирает Хускара. Критульчик такая хорошая вылетает. И, по-моему, это всё. Дальше-то уже некуда. Нет, решили всё-таки пойти по топу, снести все вышки за пределами хайграунда. Да, по-моему, хайграунд РТВ можно сейчас вот здесь считать. Просто всё. Это их хайграунд. Они могут его дайвить спокойно. А с другой они задайвить уже не смогут. Всё, им броснул. Вот их карта вообще. Вышла за пределы карты Мирана. Нет, да, смотрите, прямо на границе кидает стрелу. Понимаешь, что ей сейчас будет беда. Умирает Шадоу Демон. Теряют, ребят, сторону. Почему же вторую сторону? Ульт Патмэй. Ну, я думаю, ульт Патмэй здесь уже не спасёт. Минус вторая сторона. Что называется, Разор с Аганимом. ГГ пишет Торн. Поддерживает его, Лайзер, да, потому что понимает, что... Это вообще криты там по 800, по 1000 выдаёт. Хороший реведж, вот одного. Второй реведж где? Вот второй реведж. Прямо в пути, кстати, в полёте поймал. Кайдхантер своего противника. Устара прямо в полёте под его ультой. Ульток, ведь, кулдаун вроде не заимело. Отжимаю от ГГ. Эй, ну, ребят, ну зачем так делать-то? Ну что ж такое? Зачем вот так? Просто тянуть время друг к другу? Вы понимаете, что вы проиграли, но зачем отжимать? Всё, падает Трон. Ребята из команды МТМ проходят дальше по сетке. Проходят они, если не ошибаюсь, в 1-8 финала. Да, в 1-8. Мы поздравляем команду МТМ. Команде РТВ мы желаем удачи, побольше тренировок. Я думаю, у них игра может получиться намного лучше, потому что сейчас, ну, 25 рейдов, что можно сказать. Ребят, тренируйтесь, возможно, у вас всё получится. Что, ну а мы пока ждём следующую игру. Следующую игру я люблю. Субтитры делал DimaTorzok